Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами я, Ларина Сукуева, и в эфире новый выпуск программы «Якутия. 20 лет в 21 веке». Мы продолжаем анализировать итоги первого 20-летия нового тысячелетия и обсуждать с нашими гостями, как изменилась Якутия и какое она вступила в новое десятилетие. Героем нашей программы сегодня станет генеральный директор компании ТЦТР Андрей Ребров. И ключевая тема сегодняшнего эфира – это цифровизация нашей республики. Андрей Иванович, здравствуйте! Добрый день! Мы знаем, что вы учились по специальности радиотехника, и вот уже более 30 лет работаете в этой области. Скажите, почему именно эту специальность вы выбрали? И это для вас скорее профессия или призвание? Ну, скорее всего, это, наверное, мое призвание – отрасль связи, потому что, на самом деле, я предварительно закончил наш якутский электротехникум связи в 1982 году, а потом уже дальнейшее повышение квалификации, обучение в высшем учебном заведении. Я практически всю свою жизнь работаю на одном предприятии, просто время от времени менялись там названия, шли реорганизации. Когда я поступил на работу, оно называлось Якутский республиканский радиотелевизионный передающий центр. Затем мы реорганизовались вот уже 25 лет назад ровно ГУП – технический центр телевидения и радиовещания. И мы сейчас ведем работу по реорганизации ГУПа в акционерное общество «Арктик Телекум». Вот. Поэтому, можно сказать, я верен своей профессии, верен своему предприятию уже практически вот уже 40 лет. Скажите, как меняется по-вашему жизнь людей с развитием связи? Ну, естественно, мы же живем сейчас, так сказать, во времена бурного роста информационно-обмена данными. Где бы вы не были на любой точке планеты, нам как первая необходимость нужно обеспечить связь, чтобы мы могли с родными, друзьями и по работе обмениться большим информацией. Причем, это обмен информацией должен идти мгновенно, в больших объемах. Поэтому это потребность растет. И автоматизация всех процессов обеспечения жизнедеятельности на Земле, она идет очень большими темпами. Соответственно, идет развитие современных технологий, цифровых технологий и так далее. Ну, ускорение цифровизации мы особенно ощутили в прошлом году, в 2020, да, от медицины и образования до простого общения с близкими людьми. Вот как вы считаете, какие тенденции будут развиваться? А какие выпадут из онлайна со снятием ограничений? Прошлый год показал нам, что, естественно, мы должны были обеспечить удаленные рабочие места, обеспечить дистанционное образование. И, соответственно, по нашей отрасли связи был очень большой рост трафика. Практически в два раза увеличил трафик. И в какое-то мгновение мы поняли, что в республике не хватает пропускной способности магистральных каналов, которые в аренду берут операторы связи, такие как мы, да, интернет-провайдеры. Если мы считали раньше там мегбайтах, гибайтах, терабайтах, а сейчас уже идет петабайты, такие большие цифры уже там 10 минус 15 степени, 17. Вот такой объем информации предъявляет наша республика с населением ну, около миллиона человек. А какие выводы вы в итоге сделали для дальнейшего развития связи, вот столкнувшись с таким возросшим потоком данных? Наверное, нам, республики, надо принимать какие-то комплексные решения, чтобы развитие инфраструктуры связи шло не только за счет федеральных программ. Вот в прошлом году реализовали федеральную программу по организации канала связи социально значимые объекты, там более 1200 объектов. Это ПАПы, Росгвардия, школы, администрации и так далее. И как мы видим, что магистральные каналы, вот порядка 10 тысяч километров уже построены волоконно-оптической клинической связи. В прошлый год мы пришли в Арктику, это поселок Оленюк. Есть направления, которые как бы уже проектированы и готовы реализации при наличии инвестиционных средств. Это УСНЭРА, Зрянка, Средникалым, Счерский с выходом на Чукотку. При этом у нас сохранится какой-то паритет. Нельзя допускать монополизации рынка, потому что монополизация рынка это все равно рост тарифов. Для конечных потребителей это не есть хорошо. Чем больше операторов связи у нас будет действовать на нашей территории, тем будет лучше для потребителей. Сегодня каждому жителю нашей республики довольно-таки трудно представить свою жизнь без качественного телевещания, без хорошего сигнала мобильной связи, без выхода в интернет. Но ведь так было не всегда. Как изменилась связь в Якутии за последние 20 лет? Если брать промежуток 20 лет, для истории это, конечно, небольшой период. Период для отрасли связи практически это, можно сказать, огромный такой период, который можно было реализовать, достаточно много современных технологий внедрить здесь и так далее. Если мы в 2007 году завершили реализацию государственной программы развития высоких технологий в республике, то в 2007 году была подготовлена и утверждена программа «Электронная Якутия», которая потом преобразовалась в госпрограмму информационного общества и сейчас продолжает ее реализацию. Доступ к таким порталам, как госуслуги на Дальний Восток и так далее, что обеспечило людям оперативный обмен информацией, вовремя подать заявление и так далее. А для отдаленных северных улосов эти изменения коснулись? Естественно, конечно, коснулись. Особенно по проекту устранения цифрового неравенства мы в 240 населенных пунктах устанавливали точки доступа. Если касается конкретно телерадиовещания, то если брать нашу оригинальную программу национальную вещательную компанию САХА, 20 лет назад она транслировалась в объеме 2 часа в сутки. Всего 2 часа. Не считая вот группные города, по республике, спутник каналами, информация телерадиовещания доставлялась только 17% населения. И реализация вот этих программ позволила нам построить масштабную распределительную сеть телерадиовещания республики. Я рад за наших коллег национальную вещательную компанию САХА, что они не стоят на месте. Ваша продукция, контент уже в виде трех программ. Там НВК САХА, Якутия 24, МАМОТ, круглосуточно вещается не только в эфире, но она распространена во всех медиасредах. Поэтому я за вас очень рад. Это правильное было, так скажем, решение и направление. Спасибо. И в этом направлении надо развиваться дальше. А вот сегодня практически 90% жителей Якутии пользуются интернетом. Давайте поговорим об этом, да? И это довольно-таки высокий показатель для Дальнего Востока. Причем республика достигла этого охвата за довольно короткий промежуток времени. Вот как вы считаете, за счет чего этого удалось достичь? Ну, естественно, в первую очередь за счет строительства широкополосных каналов связи. Это в первую очередь магистральный волокон на оптической линии связи, которые буквально подъявились не так давно, в 2013 году. 3000 километров построили от Нижнего Бестияха. А вернее, с начала, в третьем году. Якутий пришел, там, Транстелеком, потом Ростелеком. И в 2015 году 3000 километров построили до Магадана. Там захватили вот эти населенные пункты, там, Татинского Луса, Чурапчинского, Тампонского и Аймеконского, да? И, естественно, это направление развивалось. За счет этого практически мы уже имеем сейчас, как я уже говорил, 10 тысяч километров волокон на оптической линии связи, которые обеспечивают, ну, как говорится, 84% населения. Ну, это потенциальная такая цифра. На самом деле, для того, чтобы вот эти конкретно все домохозяйства, к которым пришло оптоволокон в населенных пунктах, надо еще провести очень большую работу, построить в так называемой сети последней мили. Это распределительные оптические линии связи, которые должны, по идее, связать все домохозяйства республики. Поэтому у нас работы еще очень много. Помимо цифровизации, в последние годы активно развивается IT-отрасль. Скажите, благодаря чему именно у нас в Якутии так бурно развивается эта сфера? Это уже мировой тренд. Поэтому IT-технологии, они, естественно, сейчас очень востребованы и современны. И строительство IT-парков республики, в школах развития компьютерных классов и так далее. Оно, конечно, очень правильно сделано, это правильное направление. Но, к сожалению, для того, чтобы в тех же IT-парках выросли свои какие-то там, свои профессионально подготовленные специалисты IT-технологий, им надо создавать благоприятную среду и почву, на которой можно их посеять и получить что-то. Но этого недостаточно, что иметь там какую-то материальную базу и так далее. Должны быть подготовлены хорошие наставники, преподаватели. Но мы же знаем, что IT-технологии, они развиваются благодаря человеческому капиталу. Как, по-вашему, приумножить этот капитал? Ну, какую-то целенаправленную работу надо вести с подрастающим поколением, с молодежью. Их надо правильно управлять, как раз использовать такие вещи, как WorldKills и так далее. Привлекать и выводить там за пределы республики. Вот показатели нашей ведущей компании, там, Майтона. Она очень хорошо развивается, имеет очень много филиалов по миру. Люди, которые целестремленно шли к своей цели. И надо, чтобы таких людей было больше. То есть, получается, детям нужно задать направление. Да, им надо задать направление, поставить цель. Тогда у них будет какое-то движение и желание. Какое, на Ваш взгляд, будущее у сферы высоких технологий? Я думаю, что, несмотря на то, что крупные компании, которые предоставляют услуги и так далее, они, естественно, направлены на города-миллионники. А в нашей республике не так много населения. Ну, дело поправимое, конечно, но для этого нужен определенный какой-то срок. А я думаю, что, несмотря на то, что нас мало, у нас есть хороший, так сказать, потенциал. И, естественно, мы должны воспитывать кадры для того, чтобы эти сферы развивались прежде всего. Андрей Иванович, мы каждому гостю нашей программы задаем три специальных вопроса. Вы готовы, да? Как вы думаете, какова главная черта характера настоящего якутянина? Конечно, это прежде всего выдержанность и доброжелательность. Умение ждать и выжимать правильные информации. Мы жили. Чего нельзя забывать в Якутии? Нельзя забывать в каких-то нормальных условиях мы жили. Когда вы проснетесь в Якутии через 20 лет, что вы увидите в окно? Я думаю, что через 20 лет, во-первых, я в окно увижу прежде всего счастливых и жизнерадостных людей. Что ж, огромное спасибо, Андрей Иванович, за то, что вы поделились своим мнением о развитии нашей республики. Время нашей программы подошло к концу. Я, Ларина Сукуева, с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе на телеканале НВК Саха.